Рекламный щит, по которому истек срок договора, на улице Новоурицкой идет под снос. Автокран, газовая сварка и рабочие за полчаса легко справляются с поставленной задачей. За пару месяцев они убрали почти 400 неликвидных объектов рекламного бизнеса. По последнему контракту под снос попали в общей сложности около 600 незаконных рекламных щитов. За один день с обочины Самарских улиц исчезали в среднем по 15 объектов. Каждый третий убрал собственник, остальные пришлось демонтировать городским властям. Главой города дано поручение демонтировать рекламные конструкции в сроке договоров, на которые истекли. Прошли торги, эти места не расторговались, собственники сами не убрали конструкции, поэтому город обязан это выполнить. Мы отправляем письма, уведомляем собственника о том, что они могут обратиться к нам, представить документы, что это их конструкции и демонтировать. Для этого эти конструкции все нумеруются и складываются. Демонтированные рекламные щиты отвозят на спецбазу, здесь их нумеруют и хранят. Затем подрядчики выставляют счет владельцам за работу чуть больше 10 тысяч рублей. Если долг не будет оплачен, его востребуют через суд. Кроме того, они заплатят еще и штраф за ведение незаконного бизнеса. За тот период, что щит простоял после истечения срока договора. На специальной муниципальной базе находятся 400 незаконных рекламных конструкций. Если через месяц за ними не приедут владельцы, то их утилизируют. Под болгарку пойдут как бетонные основания, так и железные столбы, щиты и фанера. Ни один грамм в турсырья не пропадет. Все пойдет в дело, обещают подрядчики. Бетон, да, превращаем, делаем крошку. Потом это идет как в второсортный материал. Он отсыпается и дорогами, и металл, соответственно, чермет, фанера. Ну, максимально стараемся, конечно, на переработку отправлять. Освободившиеся обочины дорог сдадут в аренду в новом году, если они учтены в новой схеме рекламных конструкций. Торги планируется провести в начале весны. Сергей Кизоркин, Николай Сидоров. События.